В самом начале доклада глава Кургана Виктор Серков отметил, что в областном центре сложилась оптимальная структура управления городом, работоспособная дума и администрация. Совместными усилиями удалось наладить деловые партнёрские отношения с правительством региона, областной думой. Это позволило эффективнее решать задачи по развитию города. В отчёте главы Кургана была затронута и тема пополнения городской казны. За 9 месяцев 2012 года бюджет города поступило почти 3 миллиарда рублей доходов. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года доходы бюджета возросли на 8%. За три года инвестиции в инфраструктуру Кургана из федерального и областного бюджетов составили порядка 7,5 миллиардов рублей. Это позволило провести текущие капитальные ремонты улиц, отремонтировать гидротехнические сооружения, провести капитальный ремонт 32 многоквартирных домов, переселить граждан из ветхого жилья, провести ремонт и оснащение школ и детских садов, а также возвести крупные спортивные сооружения. Высшие приоритеты – повышение зарплат работникам бюджетной сферы и обеспечение курганских малышей путевками в детский сад, отметил диктор Серков. Мы используем все возможные формы дошкольного воспитания, от частных детских садов до создания групп кратковременного пребывания. Но без привлечения в эту сферу инвестиций, строительства и открытия новых детских садов невозможно. Впервые с 1993 года в Кургане зафиксирован естественный прирост населения. В этом году он составил 90 человек. Этот факт не может не радовать, отметил глава областного центра. По его мнению, приоритетными направлениями работы городских властей в 2013 году должны стать разработка механизма реализации контроля за исполнением наказов избирателей, создание условий для повышения инвестиционной привлекательности города, повышение заработной платы бюджетникам, повышение качества жилищно-коммунальных услуг, создание современной благоприятной городской среды. Ольга Пищик, Александр Менчиков, информационное агентство Курганру.